Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Преступная группировка Назарбаева преследует мирных граждан, чтобы не допустить их объединения. Казахстан стремительно падает в рейтингах грамотности детей. Действия режима еще усугубят дела в новом учебном году. Обезумевший узурпатор с автоматом или мирное демократическое правительство? Народ Беларуси сделал свой выбор. Айгуляк Берды и Аблавас Джумаев – яркий пример сильных лидеров, которые объединяют и ведут за собой людей. У них четверо детей, и они живут в недостроенном доме в пригороде Актау. Группа активистов из Алматы и других городов приехала в Актау помочь этой большой семье в строительстве дома. Чтобы успеть закончить несколько комнат до зимы, друзья семьи объявили Асар. Сразу после объявления Асара полсотни граждан из разных областей Казахстана задержали за участие в поминальном шествии к могиле народного героя Дулата Агадила. В Алматы незаконно задержаны 16 человек, двое из которых будут судить по уголовным статьям. Асхаджик Сибаев и Абай Бегимбетов два месяца будут под арестом ожидать своего суда по уголовному делу за участие в Коще Партиасы. Еще 15 человек задержаны в Астане, четверо из которых арестованы на 10-15 суток. В Актау силовики провели рейд в доме многодетной семьи. Также незаконные задержания в Кокшитау, Кастанае, Караганде и Актобе. Ищейки КНБ незаконно сажают в тюрьму многодетных родителей, лишая семьи кормильцев. Матерей вместе с маленькими детьми часами держат в отделениях, угрожают им и оказывают моральное давление. Меня, как бандита, трое сотрудников напали на меня. Один жестко отобрал у меня телефон, сразу отключил, чтобы я никому не могла позвонить. И получается, не дали мне сесть в поезд. Отказываются передавать еду, воду, отбирают телефоны и не дают возможности связаться с родственниками и адвокатами. Осужден на 10 суток имам из села Талабкер. Хасану Абдул-Кариму 63 года, и по закону пенсионера не имеют права подвергать административному аресту. Тем более, что это духовный лидер, который просто нес флаг на поминках. В то же время представители властей проводят поминки с собранием сотен людей, но без последующего преследования граждан. Эта непропорциональная реакция режима на участников ОСАРа стала формальным поводом, чтобы подавить желание людей объединяться. Преступные приказы отдаёт глава КНБ Карим Масимов и его первый заместитель Сама Табиш. Именно племянник Назарбаева Сама Табиш даёт приказы о незаконных арестах и инструктирует о методах пыток. Чтобы сломать задержанного, ему не дают есть и пить, не пускают в туалет. Мы знаем, что на силовые структуры сейчас заложено порядка триллиона тенге. Вы представляете, какие деньги направлены на силовые структуры? И в основном силовые структуры занимаются тем, что преследуют гражданских активистов. Гражданских активистов – те, кто вскрывает факты коррупции, воровства и беспредела со стороны силовых структур, а также самой политической верхушки. За арест лидеров этой преступной группировки правительство ДВК объявляет награду в размере одного миллиона долларов и четырёхкомнатной квартиры в Астане или Алматы. Вознаграждение получит каждый, кто примет участие в задержании. После заявления штаба ДВК о награде от должности освобождён заместитель начальника госохраны Мухтар Аюбаев. Наши источники из силовых структур сообщают, что Аюбаева заподозрили в организации задержания главарей банды Назарбаева. Награда за арест посеяла панику и недоверие между сообщниками Назарбаевской банды. Их группировка разобщена, а главарь стар и слаб. По оценкам международного рейтинга образования населения, казахстанские школьники наименее грамотные среди учащихся стран всего СНГ. Накануне нового учебного года вице-премьер Тукжанов вину за десятилетия провалов возложил на педагогов. По данным мировых рейтингов, Казахстан занял сегодня последний 73-й место по воспитанию детей. Результаты ПИЗа говорят о снижении грамотности школьников. Так Тукжанов перенаправляет растущее недовольство родителей, ведь миллионам семей предстоит дистанционный учебный год со своими детьми. Ни система, ни родители к изменениям не готовы, и вины учителей тут нет. Так в чем же проблема? Не можем ни дневник проверить, ни зайти в какую-то программу, что-то выполнить, потому что много бывает заданий, которых нужно в интернете посмотреть, найти. А нам приходится лазить на крышу, чтобы элементарно проверить дневник ребенка. Когда были нормальные обычные дневники, было намного легче, было проще. Прежде чем создавать такие вещи в электронном виде, создайте сначала условия, сделайте интернет у людей, сделайте связь нормальную. Дистанционный учебный год дети начнут без компьютеров и интернета. Многомиллиардные бюджеты растрачены впустую или разворованы коррумпированными чиновниками. Вина за провал онлайн-обучение лежит на плечах бывшего министра цифрового развития Оскара Жумагалиева. За 15 лет на посту Оскар освоил как минимум 2 миллиарда долларов бюджетных средств. В том числе и на проваленной программе «Цифровой Казахстан». Программа цифровизации «Казахстан» утверждена, государство на это выделяет немало денег. Мы на это должны тратить, мы должны делать, потому что это будущее всей экономики страны во всех аспектах. Программа цифровизации – это очень своевременная ваша инициатива. И на сегодняшний момент целый ряд мероприятий проводятся правительством. В условиях пандемии COVID-19 Токаев поручает готовить новые учебники для предмета «обаеведенье». Тем временем сотни тысяч школьников не смогут обучаться и с имеющимися материалами. А более половины компьютеров в школах неисправны. Социологи прогнозируют, что неподготовленный переход на дистанционное обучение нанесет ущерб экономике страны на десятилетия вперед. Но это не первый провал правительства. Учебный центр в Экибастузе стал уродливым памятником коррупции в сфере образования. Десять лет назад на его строительство выделили 4,5 миллиарда тенге. Но забросили суперпроект из-за банальной глупости. Центр начали строить на болоте. Год назад строительство этой бездонной ямы для бюджета возобновили. Но ведь болото под центром никуда не делось. Еще один омерзительный памятник Назарбаевской диктатуре – это грязные школьные туалеты на улице. Если можно назвать школьными туалетами – дырку в полу. Не единичны случаи, когда дети провалились в яму и даже с летальным исходом. У меня вот мальчики нулевый класс ходят. А вот эта дырка большая. Опасно же ходить. В разгар кризиса финансирование насущных проблем откладывается. В период пандемии инвестиции в образование сократились на четверть. Вместо онлайн-обучения школы работают дистанционно через телевидение, радио и почту. С начала нового учебного года первую четверть мы проведем в дистанционном формате. Деньги на цифровизацию выделены, но никакой цифровизации не произошло. Нет смысла требовать от власти перемен. Родители должны взять будущее детей в свои руки и сменить коррумпированную систему на площадях. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Забастовка рабочих госпредприятий давит на режим Лукашенко сильнее любых санкций. Тысячи работников, заводов и фабрик не удастся заменить российскими специалистами, как в случае с пропагандистами и силовиками. Режим Лукашенко прошел стадию отрицания и осознал критичность ситуации. Теперь диктатор взялся за оружие и мобилизует военных. Запугивать народ автоматом Калашникова сегодня не своевременно. Протест перешел из стадии эскалации в мирные акции памяти. Таракан не успел бежать, когда была возможность, а теперь отыгрывает роль воинствующего диктатора. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо! Мы с ними разберемся! Слева от Лукашенко также с автоматом идет его 15-летний сын Николай. В то время как ношение оружия разрешено строго с 18 лет. Закон Беларуси трактует поведение отца как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Под шум военизацией объединенные силы оппозиции учредили Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Каждый беларус, кто нас поддерживает и хочет перемен к лучшему, может вступить в совет. Нас большинство! В совет входят несколько десятков известных предпринимателей, ученых, деятелей культуры и даже лауреат Нобелевской премии по литературе. Европейские лидеры поддержали инициативу Светланы Тихановской и стремление народа Беларуси к свободе. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. На мирные инициативы режим ответил репрессиями. Лукашенко отверг любую возможность диалога и обвинил членов совета в попытке захвата власти. Генеральная прокуратура занялась фабрикацией дел против членов совета. Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причине невреда национальной безопасности Республики Беларусь. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и лидер забастовочного комитета МТЗ Сергей Делевский приговорены к 10 суткам ареста. Преследования известных людей подталкивают все больше беларусов поддержать протестующих. Бывшие сторонники режима отказываются от должностей и переходят на сторону народа. Сложить оружие, маркировать себя бело-красно-белой символикой, повязками на руку, маркировать свой транспорт, снять маски, одеть черные береты, занять позицию в центре города. Останется продержаться буквально 15-30 минут до того, как потянутся люди. Сделать официальное обращение, чтобы все об этом знали. Благотворительные фонды оказывают финансовую поддержку всем лишившимся работы из-за забастовок или политических убеждений. Сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь, я буду рад помочь. Десятки человек уже получили по полторы тысячи европоддержки. Еще несколько сотен заявок рассматриваются. Европейский Союз выделил 53 миллиона евро на поддержку бастующих. Протестующие больше не считают себя оппозицией. Теперь их большинство, и их выбор поддерживают мировые лидеры. В ответ на безумство режима новые лидеры предоставляют мирные инструменты для демократических перемен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...